И что я сказал? Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не дойдет. Ищет что? Ищет, истолкование, ищет смысл этих слов. Ищет смысл, ищет смысл, до тех пор, пока не найдет. Когда он найдет, он будет, вот здесь греческие слова такие, они, конечно, сначала он будет, я бы сказал, как траблет, он почувствует себя удрученным. Это про потрясен ты сейчас говоришь? Да, про потрясен. Будет потрясен, будет потрясен, там используется слово мезуаза в значении, в ужасе потрясен, содрогнется от того, что он увидит. Ужаснется. Ужаснется. И когда он будет, когда он ужаснется, он будет удивлен, здесь ицполе. Вот если зазуа это именно потрясение, вот как человек трясет, то содрогается, дрожит, то ицполе, удивлен, это от слова чудо, он учудит. Или чудо, диво с ним случится. И на вот этом потрясении случится чудо. И он будет царствовать, вот здесь, текст, который передо мной, написан над всем. Я проверил, и греческий, и хобский, нету там над всем. И он будет царствовать. В хобском языке добавлено, и он войдет в покой. Интересно, как. Вот. То есть, смысл какой? Человек, который ищет смысл слов, он пытается что-то понять. Какие-то слова. Ищет, 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 ищет. И он приходит в такое состояние, которому говорит, ты там троеточат. И вот он обнаруживает себя пустым сосудом. Когда он обнаруживает себя пустым сосудом, в этот сосуд изливается свет. То есть, человек приобретает, человек трудится, но то, к чему он приходит, это озарение. То есть, он как бы доходит куда-то, и вдруг неожиданно свет выходит навстречу ему, и он получает не завершение какой-то логической цепочки. То есть, его поиск — это не собрание. Получается, что целое больше частей. То есть, когда все части собрались вместе, включился свет, и человек, вот этот свет получивший, он будет царствовать. Что значит, будет царствовать? В принципе, над кем царствовать? Зачем нам столько царей? Если мы почитаем, да, кто герой, кто царствует над собой, да, в Мишлее 16.32. Долготерпеливый, лучший богатыря и владеющий собой, и царствующий над собой, лучше завоевателя города. То есть, человек, который постигнет смысл этих слов, получит откровение, которое даст ему возможность управлять собою. То есть, путь к этой власти духовной и к царствованию не через внешние действия, а через откровение. Да, через постижение тех слов, которые приведут к откровению, и, возможно, дальше, можно сказать, и он войдет в покой. Причем, вот интересно, что откровение не какие-то такие вкусные, замечательные вещи из кабалы, да? А ты сказал про то, как он ужаснется, про то, что это довольно мучительное сознание. Это как свиток, который горький во рту. Да, да, это свиток, который горький во рту. Это не какие-то откровения относительно будущего Украины или Приднестровья. Это не какие-то откровения относительно народов, которые будут гореть в аду, относительно новых пониманий. Это все, все-все-все касается личной жизни человека. Эскатология, или даже сатериология, спасение у Ивана и у Фомы – это все дело внутреннее. Все события здесь происходят внутри у человека. Слушай, еще интересно, что ты вырулил натолкование первого стиха с предисловия. То есть я, когда читал, я отрезал для себя предисловие, и у меня был большой вопрос, что искать, и как искать. А ты сразу провел ниточку от истолкования к вот этому поиску, и получается, что предисловие очень важно для этого. Да, да, как это обычно и бывает. Дальше чуть-чуть пойдем, да? Ну да. Момент можно один? Да. Что-то застричь захотелось. Это получается, вот, Олег, такой момент, что откровение может быть не прямо пропорционально затраченным усилием, и не находиться даже, может быть, в другой плоскости. То есть человек работает, допустим, по какому-то пути, да, а может прийти вообще с другой стороны совершенно. Но это не отменяет его усилия на этом пути. Да, да. Ну как, есть такой анекдот, да, что таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он мне ничего не понял. То есть откровение тоже нужно понимать. То есть если человек прочтет там формулу, Е равно МС квадрат, ну и какой-то квадрат, что мы здесь, да? То есть нужно готовую, взрыхленную почву, куда упадет семя. И да, это не, никак не пропорционально, да, это не, оно может быть совсем из другой плоскости, действительно. Так. Так.